Всем привет, это Ольга Швец. Сегодняшнее видео будет очень коротким, информативным и полезным для визажистов, которые не хотят надрывать свой пуп, не хотят, чтобы их позвоночник сыпался в их трусы. Полезная, важная, интересная штука. Вот такую штучку, которую у нас любят показывать приобретатели минеральной косметики. Я сегодня купила за 115 рублей в магазине, типа все для шитья и так далее. В общем, позиционируется этот контейнер как что-то там то ли для бисера, то ли для пуговиц, то ли там для пайеток и так далее, и так далее. Значит, я на него посмотрела, мое сердце разрывалось между двумя коробками. Я хотела что-то для корректоров взять, а потом, когда я увидела, я вспомнила, что у меня есть шесть пудр. Естественно, как вы себе представляете вот эти все пудры положить в кейс? То есть сколько это займет места? Либо, либо у вас есть альтернатива, мальчики и девочки. Я думаю, что совет достаточно полезен, не без толков, и у меня будет гораздо больше пудр в арсенале во время работы. Давайте попробуем. Пудр в арсенде, которого уже, наверное, как бы нет, либо он переименовался. Вообще, как бы коробка вот эта самая плотная, самая прочная, и, как видите, с 2006 года вообще ничего не сделалось. Только вот здесь вот наклейка у нее выглядит недостаточно лицеприятно. Но-но-но! Поехали пересыпать, мальчики и девочки! Вот, значит, пудру Grimich нам удалось разобрать и пересыпать. А, к сожалению, Sparkling Dust коробочка не открывается. Может быть, я ошибаюсь. Пожалуйста, исправьте меня, кто в курсе. Можно ли открыть эту коробку и достать из нее пудру? Я, сколько ни пыталась, у меня не получилось. Коробочка выглядит вот так, и такое ощущение, что вот эта верхняя крышка, она или насмерть припаяна, или приклеена, но пудру достать оттуда не удалось. Вот, после тщетных усилий я не смогла открыть пудру как Inglot, так и Artvisage. 111-й, я подозреваю, 112-й, как бы они обе не откроются. Вот, пока, по факту, у нас удалось открыть только пудру Grimich и пудру Debra от Faberlic. Они перекочевывают в мой рабочий кейс, который сейчас занят темой. Собачка хочет, видимо, попить. Сейчас я ее напою. Вот. Я озадачена тем, чтобы кейс максимально облегчить. Вот. Дальше делаем. Ищем. Облегчаем. Вот моя любимая вкусняшечка. Это пудра 05 от ZFK. В общем, все кругом сверкает и блестит. Вот так вот она работает. Я ее вообще обожаю. Я ее безумно люблю. Естественно, она открылась, потому что она моя самая любимая. Могла ли она не открыться. Ну, а сейчас я буду думать, как Artvisage с Inglot там тоже добавить кейс, потому что разнообразие это мне требуется на работе. Пересыпаем ZFK и поехали дальше. Видите, вот они блестюшечки в моей любимой ZFK 05. Которая жемчужная, кстати, я что-то давно ее на каталогах не видела. У меня вот такие бадья здоровенные. Я еще долго буду хохотать вместе с ней на фотосессиях. А сейчас я буду пересыпать еще Artvisage и Inglot, потому что у меня без темных оттеночков таких золотых тоже как-то будет тяжело. Ну что, я вообще перед трудностями не пасую. Ногти сломала, в общем, коробки не открыла, но в любом случае это будет перекочевывать в мою новую походную пудреницу, которая позволит мне использовать в работе целых 6 пудр разных брендов, разных ценовых категорий. Но вот эта дорогущая китайская профессиональная марка ZFK потрясающе поблюскивающая. А вот у нас 111 Artvisage тоже, знаете, в принципе, ничем не хуже. Я сегодня, кстати, когда наносила ее на свой фейс, я подумала, чем, собственно, Artvisage отличается от легендарных герлен. И мне в голову такой пришел ответ из космоса. Отсутствие фиалкового аромата. Вот, сводчить, конечно, сейчас я не буду, но вы сами все прекрасно видите. Боже мой, девочки, мальчики, все же видно хорошо. Вот он, Sparkling Dust. Все равно я их победила, все равно их пересыпаю. Правда, ценуют парочки ногтей, но я все-таки выяснила, что коробки не открываются. Вот, но поехали дальше. Ценой небольших физических усилий мне удалось вот таким образом облегчить мой кейс. Надеюсь, это было вам полезно. Если да, то подписывайтесь на мой канал, комментируйте, ставьте пальцы, разумеется, вверх. Потому что это очень полезный совет для визажистов. Вот. Ну, а я пошла дальше искать что-нибудь новое, интересное для вас, о чем я вам обязательно в скором времени расскажу. Пока-пока. Будьте счастливы. И запомните, пожалуйста, счастье зависит только от вас самих, а не от тех обстоятельств, которые вас окружают. Не важно, что происходит, важно, как мы к этому относимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok